Космическая угроза. Учёные не всегда могут её предсказать и пока не готовы с ней бороться. Каждый день появляются всё новые объекты, опасные для жизни на нашей планете. Опасные орбиты, ледяные кареты, которые несутся из глубины Вселенной. Какими катастрофами грозят нам неожиданные космические гости? И что ещё ждать человечеству от посланцев из других миров? 15 февраля 2013 года в небе над Челябинском произошло то, что может повториться в любой момент. На город с миллионным населением обрушились осколки космического тела. По количеству пострадавших падение этого метеорита не имеет аналогов в мировой истории. Спустя полгода, со дня озера Чебаркуль, водолазы подняли осколок весом в 500 килограммов. Как заявили специалисты НАСА, Челябинский метеорит стал самым большим после Тунгусского. Взрыв метеорита сопровождался ударными волнами, ранения от которых получили более полутора тысяч человек. Космические тела весом от песчинки до нескольких сотен килограммов и даже тонн падают на нашу планету постоянно. Ежегодно Земля принимает на себя метеоритный поток общей массой более 21 тонны. Куда упадёт следующий пришелец из космоса? И каких жертв стоит ждать Земля? Только с начала прошлого века учеными зафиксировано 606 случаев столкновения с крупными метеоритами. Четыре самых больших в мире метеорита упали на территорию России. В 1908 году взрыв космического тела в тайге в районе реки Подкаменная Тунгуска повалил лес на площади 2000 квадратных километров. Такая же картина, но в меньших масштабах наблюдалась после падения болида в Иркутской области в 2002 году. В 1947 году Сихоталинский метеорит массой 23 тонны раздробился и в виде метеоритного дождя выпал в Уссурийской тайге. Последним из-за документированных стал Челябинск. Все метеориты последних столетий имели не такие уж большие размеры в космическом масштабе. Челябинский метеорит имел размер 18 метров, то есть это эдакая пятиэтажка, прилетевшая из космоса. Тунгусский метеорит порядка 40-50 метров, то есть это уже девятиэтажка. Но в масштабах Солнечной системы это метеориты-малышки. А вот если на Землю упадет астероид размером в 150-200 метров, то угроза исчезновения нависнет над всей цивилизацией в целом. Невероятно, но катастрофу, которая однозначно привела бы к гибели всего живого на нашей планете, не так давно астрономы наблюдали воочию. В 1994 году Юпитер спас Землю от падения кометного поезда шумейкеров Леви, который рухнул на планету со скоростью 64 километра в секунду. Это было первое наблюдение столкновения двух небесных тел в Солнечной системе. В марте 1993 года смертоносную комету обнаружили астрономы Евгений и Каролина Шумейкер и Дэвид Леви. К моменту открытия она уже распалась на 21 фрагмент и представляла собой цепочку в 200 тысяч километров. Если бы Евгений Шумейкер, точнее его жена, если бы жена в эту ночь не спала, вернее спала, то она бы на маленьком ручном телескопе обнаружила смещение светящихся точек. Потом, когда она принесла фотографию мужу, ну и Евгений сказал, что это новая комета. И тогда подключился астроном Леви, и появилась комета Шумейкера Леви, о которой весь мир не знала, она уже летела к Земле. И мы не знали, что она нам несет. И слава Богу, что она пролетела мимо, обернулась вокруг Солнца, вернулась мимо Земли, и вот что самое главное. Она расчленилась чуть не на 20 частей. Вот как расцепляются цистерны в поезде. И поодиночке каждая часть упала в Юпитер. До сих пор это место, куда упала комета Шумейкера Леви, колышется на Юпитере. Гибель кометы Шумейкера Леви стала самым красочным, самым устрашающим явлением в ближайшем нам космическом пространстве. Юпитер поглотил обломки, которые оставили на нем следы, видимые даже в любительский телескоп. В результате падения самого крупного обломка на поверхности атмосферы расплылось пятно диаметром около 12 тысяч километров. Это почти сравнимо с диаметром Земли, который составляет 12 тысяч 742 километра. Сила только этого взрыва составила 6 миллионов мегатонн в тротиловом эквиваленте, что в 750 раз больше всего ядерного потенциала, накопленного на Земле. И вся эта мощь могла обрушиться и на нашу планету. Юпитер — крупная планета и имеет большую гравитационную силу. Как пылесос он перехватывает большую часть опасных космических тел. Этот поезд тоже был затянут в гравитационное поле. Куски падали на планету в течение недели. Если бы один из них упал на Землю, наша цивилизация была бы уничтожена. Примерно так же, как когда-то динозавры. Около 98% всех астероидов имеют орбиты между Марсом и Юпитером и вращаются в главном поясе астероидов. Теоретически, только объектов диаметром 1 километр насчитывается более миллиона. Количество более мелких установить вряд ли возможно. Однако все больше исследователей сходятся во мнении, что именно это опасное соседство и стало в свое время причиной марсианской катастрофы. На Марсе раньше наверняка была жизнь, но из-за жестокой бомбардировки метеоритами он превратился в холодную пустыню. И мы в какой-то степени должны быть благодарны ему за то, что наша планета процветает. И, наконец, мы должны быть благодарны планетам-гигантам, которые перехватывают большие астероиды, опасные для нашей жизни. Исследователь Джафар Арканихамед из Канадского университета МакГилла, проведя колоссальную работу, пришел к выводу, что около 4 миллиардов лет назад Марс столкнулся с астероидом до 1000 километров в диаметре. Сильнейший удар, сопоставимый по мощности с миллионами миллиардов водородных бомб, навсегда изменил Красную планету. В результате этого колоссального столкновения полюса сместились приблизительно на 90 градусов и оказались вблизи бывшего экватора. Его идею поддерживает и член Нью-Йоркской академии наук Александр Хазен. Картину можно написать совершенно невероятным фантастическим апокалипсисом. Значит, у вас происходит удар. Значит, бежит по этой поверхности, по внутренности Марса. Там же циркуляция в Марсе изменилась, в ядре. Понимаете, там же все поменялось. Бежит волна, значит, она не успевает даже, только начинается выплескивание океанов. Тут она отражается, возвращается обратно. Значит, все это выплескивание развивается. Понимаете? Значит, там на противоположной стороне выпячивается эта гора. Я вам сейчас покажу ее стенки, как вырезанные. Понимаете? Значит, здесь, значит, вот эта впадина, этот кратер Эллада, значит, невероятный по размеру. Вот так выглядит самый большой на Марсе кратер Эллада. Ученые считают его результатом этого катастрофического столкновения. Он представляет самую чашу диаметром около двух тысяч километров, глубина которой доходит до девяти километров. Наряду с кратерами Исида и Аргир, он считается и самым крупным в Солнечной системе. И именно это, невероятная по силе космическая катастрофа, по мнению астрономов, не оставила шансов ничему живому. Удар, значит, этого астероида по Марсу оказался совершенно уникальный по энергии, по мощности. Марс, была на нем жизнь. Очень высокая вероятность, что было. Ничего бы не ощутил, погиб бы мгновенно. Потому что, значит, мгновенный дикий потоп, дико задохнулся, потому что практически мгновенно падение. Ну, очень достаточно, ну, мгновенно не то слово, но достаточно быстрое падение. Так же, как и Марс, Земля не однажды сталкивалась с крупными метеоритами, что приводило к глобальным катастрофам. Но до полного уничтожения жизни на планете все же не дошло. Недавно международная группа ученых смоделировала ситуацию, которая послужила причиной вымирания динозавров. Результаты оказались поразительными. Судя по расчетам, около 160 миллионов лет назад, огромный астероид диаметром примерно 170 километров столкнулся с другим. 60 километров в поперечнике и развалился на множество маленьких осколков. Один осколк упал на Луну, образовав кратер Тихо. Другой, 10-ти километровый осколок, приблизительно 65 миллионов лет назад, достиг поверхности Земли. По оценкам специалистов, столкновение Земли с астероидом от полутора километров в поперечнике приводит к глобальной катастрофе. Температура воздуха резко упадет, что приведет к гибели практически всего живого. Такие катастрофы на Земле были. Например, можно перевести случай вымирания динозавров, который произошел как раз 65 миллионов лет назад. При столкновении метеорита с Землей образовался кратер диаметром 180 километров. Находится он на территории современной Мексики и вносит название Чиксулуп. В результате падения было уничтожено до 70% всех биологических видов на Земле. Динозавры вымерли за рекордно короткий срок. Если подобное произойдет в наше время, человеческая цивилизация окажется до грани вымирания. Астероид достаточного размера вызовет такой выброс пепла в воздух, что начнется ядерная зима. Пелена из пыли накроет Землю, заблокирует солнечный свет и, следовательно, остановит фотосинтез. Люди не обязательно умрут от попадания в них метеорита или от взрывной волны. Они умрут потому, что это уничтожит экосистему и на несколько лет изменит климат. Сегодня на предотвращение метеоритной угрозы направлены усилия на государственном уровне. Космическая обсерватория Соха за 10 лет обнаружила более полутора тысяч комет, которые до этого никто не заметил. Но даже постоянное наблюдение за глубинами Вселенной не дает стопроцентной гарантии того, что опасного гостя заметят вовремя. В случае Челябинского метеорита, почему он не был обнаружен? Хотя он крупнее, он 17 метров поперечники. Дело в том, что этот астероид, метеороид, шел со стороны Солнца. А наземные телескопы, наземные наблюдательные станции могут видеть только ночную сторону неба. Для того, чтобы обнаруживать объект, или часть стороны Солнца, со стороны, как говорится, светлой части неба, должны существовать группировка орбитальных телескопов. Непредсказуемый, а потому более опасный, специалисты считают кометную угрозу. Орбиту астероида можно рассчитать задолго до приближения к Земле. А новая комета, открытая за считанные месяцы или даже недели до момента опасного сближения, летящая по не вполне предсказуемой траектории, может стать настоящим кошмаром для человечества. 30 июня 1908 года небесное тело вошло в земную атмосферу со скоростью примерно 50 тысяч километров в час. В месте его прохождения воздух нагрелся до 25 тысяч градусов по Цельсию. До Земли тунгусское тело не долетело. Однако ученые подсчитали, если бы оно ворвалось в атмосферу Земли несколькими часами ранее, то удар пришелся бы на Санкт-Петербург. Площадь пострадавшего в Сибирской тайге леса даже превышает размеры тогдашней столицы России. Но и это не все. Если бы тело было немного больше, тогда катастрофа была бы уже не только региональной. Масштабы трагедии ощутили бы и другие государства. Так что же произошло 30 июня 1908 года? В последнее время все больше исследователей склоняется к тому, что в небе над подкаменной Тунгусской взорвалась комета. Что такое комета? Это сгусток снега, льда, вот такого пузырчатого, рыхлого льда, в который включены импрегнированные космические частицы. Размеры ядра кометы обычно 5 километров, 10, в 30 очень редко. Так вот она, проходя атмосферу, это же лед нагревается, а скорость тоже 10 километров в секунду, она испаряется и взрывается. Вот единственное, что можно уподобить, что это попало на нас, вот комета, это Тунгусский метеорит в кавычках. Космический ураган на много лет превратил тайгу в кладбище мёртвого леса. Мощность взрыва оценивается в 40-50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной водородной бомбы. На огромной территории, от Енисея до Атлантики, необычные световые явления создали эффект светлых ночей даже там, где их прежде не было. Вот сейчас считают, что километров 6, 7, 10 был взрыв. И воздушная волна, значит, всё уложило, все деревья эти. А никаких следов нет, лёд-то не остаёт ничего. И вот с тех пор, сколько не ищет, ничего не нашли. Но больше следов падения комет нет реальных. Метеоритов есть, астероидов есть, а комет нет. Потому что они же ходят по очень вытянутым эллиптическим орбитам. Однако столкновение с кометой опасно не только масштабными катастрофами и разрушениями. Учёные с опаской констатируют, что космический гость несёт в себе и неизвестную бактериологическую угрозу. Я считаю самой большой угрозой, то есть реально существующей угрозой, которая раз за разом случается, имеющей отношение к космосу, это появление чужих, чужеродных образцов жизни. Что происходит, на мой взгляд, с завидной, точнее, незавидной регулярностью. Мы догадываемся, что, скорее всего, и жизнь на нашу планету была когда-то занесена вместе с кометами в законсервированном виде. Эта жизнь может попасть на Землю, и, скорее всего, она регулярно самыми большими метеоритами и попадает на Землю. Известно, что ядро кометы состоит из льда. Но лёд в космосе не образуется. Выходит, что ядро формируется в результате катастрофы на какой-нибудь планете. Где есть вода? Именно в это время, по мнению учёных, инопланетные частицы и попадают на комету, с которой потом путешествуют по галактике. Но какими могут быть последствия от такого обмена с другими планетами? Внеземные космические эпидемии могут привести к исчезновению больших популяций животных. И я думаю, что метеориты уничтожили динозавров и многие другие виды животных не путём прямого попадания и прямого уничтожения, а путём занесения очередной порции внеземной жизни. И вот такие внеземные прививки в очередной раз лично мне доказывают, что мы с другими космическими цивилизациями, возможно, находящимися в космосе, действительно находимся в родственной связи. Микробиологи до сих пор не могут с точностью сказать, что представляет собой вирус. И только одно утверждают уверенно, это особая форма жизни, которая способна размножаться только в чужом для неё организме. На сегодняшний день известно около двух тысяч разновидностей вируса. Но список этот постоянно пополняется. Новые вирусы заносятся к нам из космоса. Я не буду сейчас говорить о кометах или конкретно о метеоритах, скорее всего. Кроме того, мы забываем о такой очень сложной вещи, как космическая пыль, которую мы не видим. Когда упал метеорит, там в Челябинске все видели, да, а то, что на Землю ежегодно падает 100 тонн космической пыли, этого никто не замечает. Она невидимая. А что такое пыль? Это микрочастицы, в которых может быть что угодно. По предположению учёных, микроорганизмы попадают на Землю не только с упавшими телами. Когда комета пролетает рядом с Землёй, бактерии и вирусы сдуваются с неё солнечными ветрами и оказываются на нашей планете. Это кажется невероятным, но последние исследования дают учёным возможность предполагать, что все серьёзные эпидемии занесли на Землю космические гости. Этим можно объяснить раз за разом возникающие такие интересные совпадения, когда одновременно на разных континентах в один и тот же день возникают одинаковые эпидемии. Я сейчас говорю об эпидемии атипичной пневмонии, которая случилась в 2003 году. Аккурат в том районе, над которым пролетал Витимский метеорит. То есть там, где он пролетал, возникали эпидемии. Там, где он упал, были эпидемии, то есть всплеск, нефрологические болезни и многих других болезней через запятую. По последним данным, жертвами атипичной пневмонии 2003 года стали более 900 человек, в основном в Юго-Восточной Азии. Однако, несмотря на усилия биологов, вакцина от этого заболевания так и не была найдена. Учёные вынуждены констатировать, что вирусы постоянно меняются, появляются всё новые их разновидности, иногда смертельные для человека. Микробиологи всё чаще приходят к выводу – это пришельцы из далёкого космоса. И прежде всего потому, что они не подчиняются никаким земным законам. Помните, начало 2003 года, земляне находились тогда в шоке, потому что понимали, медики понимали, что спастись от внезапно, непонятно откуда случившейся, непонятно какой болезни, от которой у нас не было никакого иммунитета, спасения не было никакого. Но как только наступила осень и зима, эта внезапная атака прекратила сама самой, просто потому что столкновение с нашим климатом, с нашей реальностью и с нашими микробами, к которым мы привыкли, но которые не менее агрессивны к жизни чужой, вот этого столкновения жизнь внеземная пережить не смогла. Пытаясь понять, как бороться с космическими вирусами, ученые провели серию уникальных экспериментов. При расшифровке человеческого генома они обнаружили в нем атовизмы, оставшиеся от древних вирусов. Причем количество их огромное, около одной десятой части. Эти вирусы не употребляют пищу. Они похожи на примитивные существа, которые ищут живую клетку, чтобы встроиться в нее. За миллионы лет вирусы отлично адаптировались в наши клетки. Но кто и зачем поставил перед ними такую задачу? Каждый из нас болел всю жизнь гриппом. Что такое грипп, вирус гриппа? Это сплошное ДНК. Это вне клеточная форма жизни. Там даже у вируса нет даже клетки одной. Есть только ДНК. Вирус попадает в клетку живую и заставляет ее производить ему подобные вирусы. Через некоторое время наш иммунитет с вирусом справляется. Вирус погибает. Но его ДНК навсегда остается в нашем организме. Единственное, что ученые могут сказать с уверенностью, не все вирусы, занесенные из космоса, смертельны. Иначе человечество на Земле давно бы вымерло. Подобные образцы, попавшие на Землю, были для нас благодатны. Потому что благодаря им Земля насытилась жизнью, и жизнь стала здесь процветать. Но единожды заселив в результате панспермии жизнь на планете, вот это заселение не прекратилось. Оно продолжается нон-стопом. И не надо думать, что все последующие заселения однозначно негативны. Астрофизики подсчитали. Пролетающие кометы сбрасывают на нашу планету миллиарды микроорганизмов. Они содержатся в ледяных осколках, которые попадают в атмосферу. Но стоит им попасть в подходящую среду, такую как тёплый водоём. И смертоносные вирусы оживают. Вирус выживает даже в условиях абсолютного нуля, абсолютного вакуума, без какой-либо энергетической поддержки. У него есть очень интересная способность. Когда среда неблагоприятна, он превращается в микрокристалл. И существует как кристаллическое вещество. Как неживой объект. Как только он попадает в благоприятную среду, он тут же оживает и начинает плодиться. В декабре 2013 года астрономы всего мира с тревогой ожидали сближения Земли с кометой Айсон, которую некоторые исследователи считали частью большой кометы 1680 года, или Чёрной кометы. После её появления в 1347 году Европу, Азию и Китай в течение 12 лет терзала чума. Спустя 333 года её опять наблюдали над Европой, где снова началась эпидемия. Комета Айсон должна была стать самой большой кометой 2013 года и самой яркой начала 21 века. Однако некоторые учёные ждали от неё и новых эпидемий. Но трёхкилометровое тело кометы Айсон массой в миллиарды тонн неожиданно испарилась вблизи Солнца. Астрономы сошлись на том, что космическое гостье не имело никакого отношения к Чёрной комете и впервые вошла в пределы Солнечной системы. А прилетела она к нам из облака Оорта, области, из которой появляется большинство комет. К нам часто приходят гости из далёкого космоса, из облака Оорта, так называемые, долгопериодические кометы. Вот наподобие кометы Айсон, которая недавно прилетела, или кометы Еленина. У них период порядка десятки тысяч лет. И орбиты мы их не знаем. Мы не знаем, сколько находится там комет в этом облаке Оорта. И вот, если комета прилетает из облака Оорта, она может вполне и направиться прямиком к Земле. В том, что обломки этой кометы достигли Земли, нет никаких сомнений. Но какие микроорганизмы при этом нас накрыли, и грозит ли человечеству новая эпидемия, никому неизвестно. На сегодняшний день известны 50 комет, которые могут пересечь орбиту нашей планеты. Около 20 метеоритных потоков каждый день проходят от нас в опасной близости. Астрономы каждый день фиксируют новых пришельцев из далекого космоса. А в октябре 2013 года об угрозе столкновения Земли с астероидом объявили российский сотрудник Крымской обсерватории Геннадий Борисов и астроном-любитель Тимур Кричко. Мой приятель, у которого телескоп стоит в Чили, захотел не только картинки получать, но и искать астероиды. Мы с ним начали вместе искать. Он фотографировал, а я эти изображения просматривал, искал на них объект. И вот мы очень быстро нашли астероид, который впервые в истории отечественной, ну, всего СНГ, всей Российской империи, объект, который попал в этот список на короткое, недлительное время, в список опасных для Земли астероидов. Прогнозировалось, что в 2106 году этот объект будет опасен и может столкнуться с Землей. На момент обнаружения астероид открытый Кричко превосходил по степени опасности даже знаменитый Апофис. Судя по расчетам, в 2034 году глыба должна пронестись всего в 4000 километров от Земли со скоростью 15 километров в секунду. Последствия возможного столкновения будут непредсказуемыми. Он становится практически на месяц самым опасным в перспективе объектом вообще для Земли. Но время идет. Долго он в этом списке. То меньше у него вероятность столкновения, то больше. То есть запас у нас был 19 лет для его столкновения. В 1934 году, да? В 1934 году он должен был столкнуться. И вдруг потом, в конце концов, все равно какие-то дополнительные наблюдения поступили, и он резко из этого списка улетел и исчез. В настоящее время зафиксировано несколько астероидов, которые входят в группу риска по вероятности столкновения с планетой Земля вплоть до 2060 года. Один из них – легендарный Апофис. Вариантность столкновения Апофиса на первый аппарат с Землей оценивалась примерно в 3%. И вот этот астероид Апофис получил тогда 4 балла по шкале, по туринской шкале астероидной опасности. Это пока занесено в книгу рекордов Гиннеса. Ни один из больших объектов никогда не получал 4 балла. Сейчас обычно, если открывается новый объект, и у него достаточно сформация, что он может угрожать Земле, он максимум может получить 1 балл. Апофис, открытый еще в 2004 году, давно вызывает опасения ученых. Астероид размером от 200 до 400 метров подойдет к Земле на опасное расстояние в 38 тысяч километров 13 апреля 2029 года. Мы даже сможем наблюдать его невооруженным взглядом. Он в 2029 году, 13 апреля, прилетит на очень опасном расстоянии Земли. Он будет виден невооруженным глазом, может быть даже какой-нибудь гео-стационарный спутник, но с Землей он точно не столкнется. Но при этом у него орбита сильно изменится после сближения с Землей. И примерно через 7 лет его ждет повторное возвращение Землей. Существует реальная опасность, что во время сближения с Землей в 2029 году Апофис попадет в так называемую гравитационную замочную скважину. Это ловушка, где под воздействием земного притяжения космическое тело может развернуть в ином направлении. И если это случится, то в 2036-м орбита Апофиса пересечется с Землей. Если тело находится в радиусе действия гравитационных сил планеты, то есть когда эти гравитационные силы, они уже оказывают существенное воздействие на тело, и, соответственно, там вероятность уже столкновения с планетой, она очень велика. И в этом плане этот коридор, хотя он кажется нам гигантским, это миллионы километров, и от миллионов до тысяч, если, положим, тело находится где-то на расстоянии порядка 100 тысяч километров, то уже влияние, допустим, гравитационной планеты или Земли, оно значительно увеличивается. То есть вероятность столкновения, оно там увеличивается довольно-таки многократно. Но даже если Апофис не столкнется с Землей в 2036 году, по расчетам астрономов, эта угроза может вновь возникнуть в 2051, 2058, 2066, 2074 и 2089 годах. Однако наряду со смертоносным Апофисом недавно ученые зафиксировали еще одну угрозу, которая может уничтожить нашу планету. Несколько лет назад голландский астрофизик Пирс Вандер Мейер заявил, что Солнце взорвется в ближайшем будущем. Согласно его расчетам, температура нашего светила за несколько лет увеличилась почти в два раза. Сравнив Солнце со сверхновой, голландец отвел человечеству всего шесть лет. Сегодня исследователи выдвигают самые различные теории относительно будущего нашего светила. По одной из гипотез, Солнце постепенно увеличивается в размерах и становится горячее. В итоге оно увеличится в 30 раз и превратится в красного гиганта. Его яркость возрастет в тысячу раз. При этом измененная звезда расплавит нашу Землю и ближайшие планеты. Земля находится в комфортной зоне удаления от Солнца. Поэтому жесткое излучение до нас не доходит в такой степени, чтобы пробивать все защитные слои. Мы в зеленом поясе, там, где возможны разные формы жизни, в том числе и белково-нуклеиновая. И наши тела состоят из этих молекул. Поэтому жизнь у нас процветает. Процветала и, надеемся, будет процветать, пока Солнце не увеличится в размерах, а на это нужно миллионы и миллиарды лет. Тогда интенсивность облучения возрастет. Возможно, что Земля перегреется и многие формы жизни здесь исчезнут. Однако не все согласны с этой гипотезой. Некоторые исследователи убеждены, что со временем Солнце превратится в белого карлика и станет размером с Землю. Оно останется в центре нашей Солнечной системы, но светить будет гораздо слабее. И, в конце концов, все планеты охладятся и замерзнут. В истории Земли были периоды обледенения, когда вся Земля покрывалась панцирем льда. Многие формы жизни, 99% погибали. 1% оставался. И этот процент сохранял генный материал, из которого дальше можно снова слепить новую снежную бабу. Условно так говоря. Потому что гены сохранялись у простейших. И в нашем организме те же самые гены, что у простейших микроорганизмов. Но и до этого момента у Солнца будет шанс погубить Землю другим способом. Последние расчеты астрономов говорят о том, что стоит температуре звезды увеличиться хотя бы на пару градусов, это может привести к тому, что океаны превратятся в пар, а все живое погибнет от шажда. Жизнь тел Солнечной системы, планет, подвержена своим ритмам, своим процессам. И планеты для них не исключение. Вот сейчас длительный постледниковый период, когда статус-кво соблюдается, когда наиболее благоприятные условия для процветания всех форм жизни. Никто не может гарантировать, что через какое-то время в Землю не врежется большой астероид, или какой-то еще катаклизм космического порядка может произойти, который сразу же сдвинет этот статус-кво в неустойчивое положение и начнется осыпание биоты. Потому что все взаимосвязано. Все цепочки, там, пищевые цепочки нарушатся, и маленькие организмы, а за ними и ку... все осыпятся. И нужно будет начинать заново выстраивать эту песочницу. Однако многие ученые обнадеживают. До того, как наше светило потухнет окончательно, остается еще семь с половиной миллиардов лет. Если за это время человечество не уничтожит себя, то уже выйдет за просторы Солнечной системы. Мы, как цивилизация, претендующая на название разумной, все еще находимся на стадии смертной цивилизации. Разумная цивилизация перестает быть смертной, перестает быть одноразовой, тогда, когда она перестает населять одну планету. То есть, как только человечество получит колонии на других планетах, причем самостоятельные колонии, неважно где, на Марсе, на спутниках Юпитера, может быть, на других звездных системах, как только у нас часть людей будет жить отдельно от Земли, мы будем бессмертной космической цивилизацией. Но далеко не все согласны со столь оптимистическими прогнозами. Согласно расчетам французских астрономов, до гибели нашего светила остается не более 70 лет. В последнее время ученые наблюдают значительный рост солнечной активности и стремительное увеличение количества солнечных пятен. Следующие 100 лет грозят нам мощнейшими магнитными бурями, а это может привести к техническим авариям и, прежде всего, отключению электросетей. Такое уже случалось. В 1989 году, во время повышенной активности солнца, во тьму погрузились дома почти 6 миллионов жителей канадского Квебека. Вот позавчера передавали, что самая, мол, сильная магнитная буря будет за 10 лет, но она миновала как-то Землю, я не очень понимаю, как. Они бывают все время, когда на Солнце происходит выброс солнечного ветра. А это плазма, это ионизованная плазма, это электроны, протоны. Они выбрасывают со скоростью 1200 километров в секунду. И они могут пробить магнитное поле Земли. Современный человек в любой момент может остаться без благ цивилизации, света, тепла, воды. Все чаще происходят мощные аварии, которые обесточивают целые города. Как считают исследователи, оборудование не выдерживает нагрузки солнечных магнитных бурь. Ученые утверждают, 500-кратное солнечное излучение для Земли вовсе не фантастика. Именно такую мощность излучают сверхновые звезды, те, что взрываются ежедневно в нашей Вселенной. За несколько секунд вспышки высвобождается столько энергии, сколько Солнце выделяет за 10 миллиардов лет. Сверхновые — это очень большие звезды, гораздо больше нашего Солнца. Мы предполагаем, что вокруг них вполне могут существовать планеты, вращающиеся по орбите. Однако взрыв сверхновой обязательно уничтожит все ее спутники, все планеты, которые вращались вокруг нее. Если предположить, что на орбите такой звезды была планета, подобная Земле, то взрыв такой силы ее бы уничтожил. Если бы Солнце взорвалось, это пока не должно произойти. Но, допустим, тогда жизнь на планете Земля была бы полностью уничтожена. Большинство наблюдаемых вспышек сверхновых сопровождаются гамма-всплесками. Именно эти излучения, по мнению ученых, и представляют смертельную опасность для всего живого. Если вспышка произойдет достаточно близко к нашей планете, например, на расстоянии 100 световых лет, гибель будет неизбежной. Мощный поток радиации сожжет верхние слои атмосферы. Озоновый слой исчезнет, и все живое сгорит. Согласно одной из гипотез, 443 миллиона лет назад луч мощного излучения, образовавшийся при вспышке сверхновой, направился в сторону нашей планеты и стер с ее лица почти все живое. А в 2012 году ученые обнаружили в годовых кольцах кедров и в полярных льдах бериллии. Доказательство того, что в 8 веке на Землю обрушился сильнейший поток радиации. По оценкам некоторых специалистов, серьезные угрозы Земле, в частности от гамма-излучения, могут принести только сверхновые звезды, если вспыхнет на гораздо близком расстоянии, порядка 8-20 парсек. Ну, 1 парсек — это примерно 3,5 световые года. В окрестностях нашего Солнца, если взять расстояние в 20 парсек, общее число звезд не так велико. Как показывают исследования, гамма-всплески — явление достаточно редкое. В каждой галактике они происходят не чаще, чем раз в 100 тысяч лет. Для того, чтобы вспыхнула сверхновая и сожгла жизнь на Земле, нужны объекты, которые являются кандидатами сверхновых на небольшом расстоянии от Солнечной системы. Реально, ближайший кандидат — это Батальгейза, Альфа-Ориона, сфергигант красный, который эволюционирует, похоже, в сторону взрыва. Но на том расстоянии, на котором находится эта звезда, да, мы будем видеть ярчайшую звезду, примерно как Луна, может быть, даже ярче, практически вот чёрное небо на месяц исчезнет. Однако некоторые учёные уверены, гамма-излучение способно преодолеть расстояние до 13 миллиардов световых лет. То есть его источник может находиться в самых отдалённых уголках космоса, которые способны разглядеть современные телескопы. Но даже преодолев такой путь, этот луч не станет менее опасным. На других системах звёздных свои параметры излучения. Поэтому любая сверхновая, которую мы можем наблюдать в телескоп, если взрывается и на нас попадает луч вот этого излучения, гамма, то он может и на Земле привести к повышенному гамма-фону и мутациям, и даже гибели некоторых живых организмов. То есть дальний космос тоже может на нас воздействовать. Губительное для всего живого внешнее воздействие в последние годы растёт стремительно. Причина тому – истончение озонового слоя, который защищает нас будто икран. Его толщина не более бумажного листа, но именно он оберегает Землю от вредных солнечных излучений. Земля постоянно подвергается ультрафиолетовому и другим излучениям. Очень слабое гамма-излучение идёт от Солнца, незначительное. Сверх-СВЧ излучение идёт и так далее. Те излучения, которые нам известны. Но самое сложное для нас, для землян, для жизни в целом – это ультрафиолетовое. Оно убивает живые клетки. Исчезновение озонового слоя повлечёт за собой непредсказуемые последствия. Вспышки раковых заболеваний, генные изменения у растений и животного мира. Как выглядят мутации под влиянием радиации, человечеству хорошо известно. Как вы знаете, где вообще даже птицы появились, которые живут в норах и из нор не хотят вылезать. Бескрылые уже. Потому что они радиоактивностью поражены и мутируют очень быстро. Хотим мы таких мутаций для человека? Наверное, нет. Уменьшение концентрации озона лишь на 1% вдвое увеличит интенсивность ультрафиолетового излучения на Земле. При этом жёсткий ультрафиолет непоправимо разрушит ДНК человека. Солнечная радиация вызывает мутации. В клетках ломаются хромосомы, перестраиваются части хромосом. Некоторые гены блокируются или вовсе выпадают из активной фазы под воздействием солнечной радиации. Поэтому некоторые онкологические заболевания возникают при интенсивном солнечном облучении. Или даже генные сбои. Каждую минуту Землю атакуют пришельцы из космоса. Астероиды небольших размеров постоянно бомбардируют земную атмосферу. Солнечная и космическая радиация разрушает защитные слои атмосферы. Кометы из самых отдалённых уголков Вселенной несут с собой вирусы, опасные для всего человечества. Именно они заставляют землян строить бункеры, запасать еду и воду на случай внезапной катастрофы. Какой неприятный сюрприз нам стоит ждать уже завтра. И сможем ли мы избежать участи динозавров? Впервые леденящий кровь гул, исходящий откуда-то из-под земли, был зафиксирован в конце 70-х годов в Англии. Жители Бристоля завалили инстанции жалобами, что их беспокоят неожиданно появляющиеся и также неожиданно исчезающие непонятные громкие звуки. Некоторые сочли источником соседнее промышленное предприятие. Но владельцы завода открестились от обвинений в нарушении покоя бристольцев. Власти начали проводить тщательное расследование. В местной газете был напечатан опрос. Читателям необходимо было опровергнуть или подтвердить тот факт, что они слышат шум. 800 читателей обратились в редакцию, заявляя, что слышат непонятный гул. Наличие странных звуков подтвердилось, но виновника не нашли. На какое-то время бристольский гул был забыт. Однако в новом тысячелетии о нем опять вспомнили. Теперь уже странные и пугающие звуки из-под земли были зафиксированы в разных точках планеты. В августе 2011, в конце 2012 и в начале 2013 его слышали в Бразилии, США, Канаде, России, Украине и Австралии. Главная его особенность – он вызывает беспричинную панику у людей. Он – это так называемый стон или гул земли. Что это? Звуковая галлюцинация, движение тектонических плит, звук акустика гравитационных волн, массовый психоз или просто газетная утка? Главная его особенность – это так называемый стон или гул земли. Самая масштабная серия таких шумов прокатилась по планете с 8 по 11 января 2012 года. Эти четыре дня Земля по информационным сообщениям и записям в социальных сетях буквально грохотала. Любительские аудио- и видеозаписи были сделаны на всех континентах. Я считаю, что Земля шумит в прямом смысле. Но для этого надо уметь вот это слышать и видеть, потому что очень широкий частотный диапазон, очень большой амплитудный диапазон. В некоторых местах она шумит очень слабо, и нужны специальные приборы, чтобы услышать вот это или там записать вот этот звук. Средства массовой информации уверяли, до сих пор этих звуков никто и никогда не слышал. Это не совсем так. Вот уже многие годы жители городка Таус в штате Нью-Мексико на юго-западе США слышат доносящийся из пустыни низкочастотный гул. Феномен получил название «Таосский шум». Он похож на движение тяжелой техники по магистрали, хотя никаких крупных дорог в районе маленького поселения нет. Этот звук слышат только местные жители и крайне редко приезжие. Ученым, исследовавшим этот загадочный стон Земли, так и не удалось найти его источник. Они лишь предположили, что причиной ему может оказаться крупная линия электропередачи, проходящая поблизости с городом. Между тем, подобный шум известен давно. И называется он «Звуковой аномалией». И еще. Все, кому доводилось слышать гул из-под земли, единодушны. Он ни на что не похож. От него нельзя укрыться. Он идет отовсюду и проникает везде. И мгновенно, с первых аккордов, вызывает у всех очевидцев чувство тревоги. Так было, например, в Киеве, Ростове-на-Дону и в Новокузнецке. Он как будто был везде, вокруг. Такой низкий, достаточно пугающий, не похожий на все остальные звуки, которые я, в принципе, слышал за год, пока живу в этой квартире. Он то затихал, то становился более отчетливым. Я уже думал, что нужно выйти на улицу, потому что, может, что-то действительно случилось, какое-то явление. Создается ощущение паники беспричинной. И буквально даже не знаешь, что делать в этот момент. Особенно в первый момент, когда понимаешь, что это все продолжается и продолжается, и не заканчивается. То есть думаешь, куда бежать, что делать. Реально стало страшно. Думал, что надо уже собирать вещи. Стоит ли говорить, что даже самые недоверчивые затвердили о пресловутом конце света? Дело в том, что разные верования говорят одно и то же. Некий звук известит людей об апокалипсисе. Иудеи верят, что это будет труба-шафар от пронзительных аккордов, который пал когда-то Ерихон. В германо-скандинавской мифологии о начале конца света с названием «Рагнарёк» объявит золотой рог Гьялархорну. Стон планеты, безусловно, напоминает и его. В Киеве, где Земля тоже кричала, заговорили об архангельских трубах, предвещающих судный день. Интересно, что упоминания о некоем трубном гласе есть и в Библии, и в Коране. Древние греки объясняли подземные стоны тем, что в её недрах заключены старуки и великаны, низвергнутые богами в лоно Земли. Если верить мифологии, мучились не только они. От них стонала и сама планета. Какую бы мифологию мы ни взяли, древнеиндейскую, древнеегипетскую, скандинавскую, мы везде видим, что есть некое разделение на мир небесный, мир земной и мир подземный. И вот мир подземный для людей был самый страшный. Он был самый неизведанный, тёмный, мрачный. И поэтому, наверное, именно там обитали самые страшные существа. Академическая наука не склонна объяснять аномальные шумы уже прозванными звуками апокалипсиса, происками мифологических существ. Некоторые геологи связывают загадочный гул в Новокузнецке, например, с разработкой угля на Кузбассе. В городе крупные шахты, сталелитейные предприятия. Энергия взрывов породы, по мнению учёных, накапливается в земле и провоцирует либо техногенные землетрясения, либо загадочные шумы. И потому, казалось бы, именно их гул – наиболее реальное объяснение этому явлению. Когда идёт такой стук характерный, это, в принципе, если грубо сказать, трещит порода. Потому что она находилась в каком-то напряжённом состоянии. И малейшее её движение происходит как бы трение, выражающий вот этот сигнал. Но местные жители, которым удалось зафиксировать гул земли, очень сомневаются, что он техногенного происхождения. До ближайших шахт от жилых районов города полтора часа езды. Завод в окрестностях всего один. И он тоже далеко. Я общался с людьми, которые непосредственно работают на данном заводе. И они говорят, что даже если какие-то технологические процессы происходят, но они не имеют такой длительной протяжённости, их бы здесь не было слышно. Мне кажется, что данный звук имеет геофизическое происхождение. То есть где-то в глубине земли происходит смещение пластов, ну или что-то в этом роде. Очень любопытную версию происхождения загадочного звука апокалипсиса выдвинули учёные из Новосибирского академгородка. В 1982 году, когда в городок приехали американцы, один из профессоров-геологов Алексей Дмитриев стал предупреждать гостей, что вскоре Америку ожидают серьёзные катаклизмы, имея в виду землетрясения техногенного характера и беспокоящие шумы. Американцы тогда ему не поверили. Однако уже в 1984 году по всему востоку США пронеслись геофизические стоны из-под поверхности планеты и небольшие землетрясения. Интересно, что предсказать их было несложно, так как вдоль восточного атлантического побережья Америки протянуто более десятка линий энергоёмких высоковольтных электропередач. Частота передаваемого тока в системе энергообеспечения Соединённых Штатов составляет 60 Гц, а она соответствует частоте естественных литосферных токеров. Причина в том, что 60 Гц, которые используются в высоковольтных линиях, а их 16 высоковольтных линий, и они идут строго по магнитному меридиану с севера на юг, и получилась резонансная частота между состоянием естественных линосферных токов, они называются токами ваналами, и токи, которые продуцируются с поверхности Земли. Произошло замыкание, если можно так выразиться. Произошло энергетическое взаимодействие. Кстати, в 2005-м на Атлантическое побережье США обрушился ураган Катрина и буквально смыл с лица Земли целый город – Новый Орлеан. По мнению сибирского учёного, этот катаклизм также был спровоцирован взаимодействием магнитосферных и литосферных процессов и энергоёмкостью высоковольтных линий. А земные шумы, прокатившиеся по побережью за 20 лет до этого, были первым предупреждением. Произошло нарушение континентальной защиты Северной Америки от событий, которые происходят в Атлантическом океане. То есть не было электрической защиты, суши от тех событий электрических, которые происходят на поверхности океана. Естественно, что циклоны, ураганы пошли внутрь материка. У техногенной версии всего два недостатка. Если причиной шума был производственный фактор, то как объяснить, что звук был слышен в разных уголках планеты практически одновременно? Второй недостаток, если верить опять же всё тем же очевидцам, то линии электропередачи, тепловые электростанции, заводы, стройки и прочие технические объекты далеко не всегда находились поблизости от того места, где был слышен стон. У Артура Конандоли есть повесть под названием «Когда земля вскрикнула». Герой истории, профессор Челленджер, решает узнать, жива ли Земля. Для этого он сверлит в ней гигантскую дыру. И вот когда бур очень глубоко внедрился в земные пласты, планета вскрикнула. В этом повествовании фантастичен только финал. В остальном учёные геофизики с писателем солидарны. Земля действительно живая, и она вправду кричит. Я издавна, где-то с начала 70-х годов, Землю принимаю в качестве живого организма, взаимодействующего с другими живыми организмами, другими планетами и с центральным нашим светилом, с Солнцем. Мы живём своими ритмами биологическими, физиологическими, психологическими. Точно так же живёт и Земля своими ритмами биологическими и физиологическими. В недрах нашей планеты постоянно происходит конвекция, движение потоков магмы и смещение литосферных плит. Это и приводит к тому, что Земля шумит. И записывать её голоса учёные научились давно. Для этого они приезжают на скважины, пробуренные в технических или научных целях, и опускают в них сверхчувствительные микрофоны. Как, например, это было на Кольской сверхглубокой. Обычное человеческое ухо расслышать этот звук в большинстве случаев не в состоянии. Но бывают и исключения. Они могут произойти, например, во время землетрясения, непосредственно перед толчками. Впрочем, это неудивительно. Во время дрожи Земли также двигаются литосферные плиты. Поэтому процесс, конечно, и здесь может сопровождаться сильным шумом. После Алтайского землетрясения 2003 года, мне удалось попасть на авторшоковый режим этого землетрясения. И, значит, мы просидели пару недель на станции «Октаж». За это время было примерно 30 или 40 ударов. И практически перед каждым ударом был слышен рев, или, так сказать, его называют подземный гул. Замечено, что перед сильными толчками уровень гула, исходящего из недр, резко повышается. Планета как будто предупреждает о предстоящем землетрясении и дает людям возможность заранее оценить его силу и локализовать эпицентр. Причем вот этот шум, он, так сказать, едет под нарастающим. Шумит сильнее, 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 потом трах, произошло землетрясение. На самом деле, в глубине нашей планеты землетрясения не прекращаются никогда. Но задолго предсказать, какой из них вырвется на поверхность, практически невозможно. Главному научному сотруднику Института физики Земли имени Шмидта Ран Алексею Любушину это однажды удалось. Крупное землетрясение в Тахоку, Япония, которое произошло в 2011 году и унесло жизни как минимум 16 тысяч человек, он предсказал аж за три года. Землетрясение обычно сопровождается гулом и звуками. Акустическая эмиссия там достигает такой интенсивности, что уже она начинает быть слышима не чувствительными геофизическими приборами, а человеческим ухом. То, что земные шумы под Японией стали синхронизироваться, согласно гипотезе ученого, это первый признак надвигающегося мощного землетрясения. Землетрясение. Любушин заметил еще в 2008 году и опубликовал на эту тему несколько предупреждений. Японцы не поверили. Самое неприятное то, что и после катастрофы синхронизация низкочастотных шумов сохранилась. Алексей Любушин считает, что Японию ждет еще одно землетрясение, не менее сокрушительное. Причем эпицентр его должен находиться недалеко от столицы страны Токио. Именно поэтому шумы Земли можно и нужно изучать. С их помощью планета не только сообщает о предстоящих катастрофах, но и помогает, например, искать нефть и другие полезные ископаемые. Каждый пород шумит по-своему. По этому шуму можно понять, есть там нефть или нет, или много ли нефти, какой толщины коллектор. Но если есть нефть, то она будет иначе себя вести, иначе шуметь, иные у нее будут свойства. Так что вот мы о свойствах пород судим по тому, как она шумит. Но, увы, не все крики Земли можно объяснить надвигающимися землетрясениями. Ведь там, где их слышали в последние два года, никаких сейсмических событий не было и быть не могло. Это те регионы, где землетрясения невозможны в принципе. Некоторые ученые предполагают, что скрип планеты связан с погодой, с туманом, сыростью и дождем. При таянии льда рвется часть водородных связей между молекулами воды. Каждый такой разрыв высвобождает энергию и может породить слабый звуковой щелчок. Поэтому, согласно гипотезе этих ученых, если шум слышен во время тумана или когда на небе тучи, это и есть песня воды, которая может сопровождаться гулом. Конечно, одна снежинка создает лишь незначительный шум. Но при таянии больших количеств льда звук слышат все. К сожалению, версия не дает ответа на вопрос, почему шумы слышатся летом, в ясную погоду. А наше небесное светило не может быть генератором загадочных звуков. Действительно, есть и такая гипотеза. Когда потоки солнечной энергии после очередного выброса несутся к нашей планете и врезаются в магнитосферу, это приводит к возникновению особых акустических волн, которые затем устремляются к поверхности Земли. Эти волны можно услышать только с помощью специальных приборов. Однако некоторые люди тоже способны слышать их в случае, если звук накладывается на городской шум. Низкая частота изменяет спектр общего фона в мегаполисе, и тогда человек может услышать подобный зловещий стон. Считается, что 50 Гц – это нижний предел человеческого уха. Но некоторые слышат и 20 Гц, и 10 Гц. Говорят, бах, слушал, вообще там черт что, очень низкие частоты. Так что здесь дело даже не в интенсивности шума, а в способности человеческого уха воспринимать звуки. На аудиозаписях слышно, что гул действительно похож на обычный городской шум. Подъемного крана, самолета, строительной техники, но многократно усиленной. Именно этот звук нередко вызывает у очевидцев ощущение паники. Известно, что сверхнизкие частоты, хотя и не различаются ухом, подавляют психику человека. Пример тому знаменитые исследования французского профессора Гавро, который точно установил, что при воздействии одних частот инфразвука на человека начинается разрыв барабанных перепонок, кровоизлияние в мозг, а при других – даже смерть. Давно известно и то, что инфразвук неотъемлемо сопровождает многие природные явления – ураганы, цунами, порывы ветра, шум волн, извержения вулканов, грозовые раскаты, резкие перепады давления. Плохое самочувствие во время колебания атмосферного давления связано в том числе и с инфразвуком, который образуется в атмосфере. По одной из версий, загадочный гул связан со сменой магнитных пулюсов, которая происходит сейчас на нашей планете. Наш земной шар, ну, значит, он хорошо, как говорят, моделируется. Вот школьный магнит – север и юг. И вдруг вот по непонятным причинам северный полюс стремится на юг, а южный полюс стремится на север. Существует и версия, что звуки апокалипсиса – это всего лишь массовая мистификация, крупномасштабная газетная утка, использующая поддельные видеоролики для раскрутки таких фильмов, как «Красный штат» или «Инопланетное вторжение», «Битва за Лос-Анджелес». Премьеры этих кинолент прошли в 2011 году, практически сразу после того, как земляне услышали крик планеты. Впрочем, известна и человеческая способность выдавать желаемое за действительное. И черта многих СМИ – это желаемое выдавать за сенсацию. Но дело в том, что немалое количество аудио- и видеосвидетельств очевидцев эксперты признают подлинными. Значит, звуки апокалипсиса реально существуют. Возможно, что эти звуки – есть предупреждение нашей планеты о том, что не все в порядке на ее поверхности. Планета все время говорит о том, что с ней происходит. Вот, вы знаете, что такое стетоскоп. Врач пришел и прослушивает ваше сердце, легкие там и так далее. Так же и Земля говорит о том, что у нее какие-то болезни, как-то она откликается на искусственное воздействие. Огромное количество гипотез ставит в тупик человека, который хочет найти звук у планеты единственно верное объяснение. По крайней мере, пока. Возможно, стон Земли – это скрытый код, разгадка которого – жизненная необходимость для всех, кто населяет планету. А может, это явление многофакторное, так или иначе связанное с каждой из этих версий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok